Добро пожаловать на наш канал! Которая поделилась потом за счет света на 5 стадий, то есть у нас есть кетер, с которого возникает первый клей, который называется хохма, а потом это клей, клей получающий, хочет быть отдающим вина. В следствии чего она порождает заражанпин, который включает в себя уже и получение, и отдачу, и достигает манхут, когда манхут включает в себя уже все свойства совершенно. И желает получать все без каких-либо расчетов. Это мы говорим, что это 4 стадии прямого света. Почему прямого света? Что свет распространяется сверху вниз прямым образом, прямолинейным. И также манхут, клей, который является творением, тоже делится на 5 частей. Если мы возьмем этот манхут и вот так вот нарисуем это большим, клей, то это тоже делится на 5 частей. Раз, два, три, четыре. Три и четыре это большие, тяжелые, эгоистические желания. То есть вторую часть тоже можно к ним присовокупить, вторую толщу авиюта. Мы их называем АХАП. И эти желания, то есть нулевой и первой стадии желания, они легкие, мы их называем ГАЛЬГАЛЬТА ЭЙНАИМ. И цель творения в том, чтобы манхут вся полностью достигла состояния подобного кеттера. Вот этот свет, находящийся в кеттере, который называется Творец. Тогда мы учим, как это происходит за счет различных множеств действий. Разбиение. И вследствие мы должны все это исправлять сегодня. То, что тут интересно, что тут есть такие части в манхут, которые не способны сами пробудиться. Они не способны пробудиться сами. Их должны пробудить как бы со стороны. А есть части, которые сами пробуждаются и бегут, чтобы достичь цель творения и раскрыть для себя сейчас небеса. Мы относимся к этим частям, которые стремятся познать, в чем смысл жизни, для чего мы живем. Многие это спрашивают, в особенности и дети с раннего возраста. В 15 лет уже не спрашивают. В 15 лет уже начинаются гормональные процессы, мысли об этом и забывают о всем смысле жизни. Так устроена наша жизнь, ничего не поделаешь. Общество начинает загружать человека, и он уже не задается этими своими первичными вопросами, как правило. Часть клей, в нем мистера Шемот, стремится раскрыть смысл жизни, а часть не способна. Но клей полностью должно достичь исправления. И интегральное клей, оно очень особенно именно тем, что все части включены... Любая часть, простите, включает в себя все остальные. И не может быть такого, что я включу, исправлю корневую стадию, или первую, или вторую, если не включу всех. Это интегральный закон. Даже наш организм существует по этим законам. Несмотря на то, что мы этого не понимаем и не знаем, но это так. Даже по восточным методикам лечебным, там у них тоже они показывают, как на пятке есть точки, которые касаются всего нашего организма. Практически пятка – это наш мини-организм и так далее. И на самом деле это так, это схоже. Поэтому для того, чтобы исправить нас самих, для того, чтобы нам самим достичь исправления, мы должны подтянуть к этому весь мир. И тут нет других альтернатив. В наше время это обязанность. Были времена, когда каббалисты исправляли себя, и у них не было другой возможности говорить о смысле распространения. И они сидели себе тихо. Им нельзя было заикаться насчет каббалы со внешними людьми. Это было, может быть, 30-40 лет назад еще существовало. Боялись говорить об этом даже на улице. Не дай Бог. Это считалось чуть ли не преступлением. И книги по каббалю нигде не продавались. Поэтому исправили то, что исправили. Учились вскрытие 30 лет назад еще. И только вместе с нами наука каббала вышла из вскрытия. Но и вместе с этим на нас возложена обязанность исправлять мир. Потому что иначе мы не исправим себя. Для предыдущих каббалистов была такая обязанность у самих. А мы делать это внутри себя у нас по-другому. Мы будем читать об этом еще и в других оригиналах. Но все дело в том, что он говорит нам по-другому. Гмара Тику, накачательное исправление мира, не может быть такого, чтобы было без того, чтобы включить всех ближних в работу Творца, как написано. Будут все работать на земле Творца. Земля – это Арец, Арец – это желание, Арцон. И все будет под его именем. Земля – имя его будет единое. Желание – имя его. И когда человечество достигнет своей цели, тогда соединятся все части людей, виденный организм с едиными сердцем. И только тогда раскроется все заведомое, заданное человечеству на высоте своего замысла. Написано. То есть все должны будут постигнуть и постигать Творца. все. И дальше пришлось бы нам все наши занятия в том, чтобы заново выяснять и те души, которые упали из Адама Решона, в клепот до полного довершения их исполнения в качестве первичного их корня. То есть не менее, не более того, а именно вернуть все разрушение, которое происходило в Адама Решон, к первичному состоянию. И это возложено на всех, на нас. То, что все люди на земле должны прийти к ощущению Творца. У кого так сильно шумят наушники? Проверьте. Дальше. Пишет Баал Сулам. В нашем поколении мы живем, ведь он пишет о нашем мире, мы живем в интегральном большом мире. Друзья, вложите, пожалуйста, оба наушника в уши, не по одному. Не оставляйте один наружу. Из-за этого такой шум постоянный. И говорит Баал Сулам так. В нашем поколении, когда каждый индивидуум пользуется светом своей жизни из всех стран мира, и обязан он тем самым быть порабощенным всем миром, как маленькая шестеренка внутри большой машины. Как мы все находимся в качестве шестеренок одной единой большой машины, и все мы взаимозависимы. Это понятно. Настолько взаимозависимы, что не может быть такого, что кто-то достигнет своего исправления, если остальные не достигают исправления. Ну, пока еще не говорится о нашем уровне, потому что мы находимся пока что только в преддверии раскрытия Творца. Да, это только начало исправления Атма говорится о 125 ступенях. Но чем больше мы будем восходить по ступеням, тем шире мы будем расходиться. И все больше людей включать в наше раскрытие, в нашу работу. И в особенности, как пишет Набал Сулам, мы и в нашем материальном аспекте тоже находимся в полной зависимости. И уж тем более мы не можем сделать правильные порядки во всем мире. Это он пишет уже политически. И не может быть доброй жизни в одной стране, если не будет наведено этих порядков во всем мире. и наоборот. То есть, если будет плохо в каком-то месте, будет плохо и всем. Пока еще наши политики не понимают этого. Потому что в наше время мы уже, наши страны уже связаны потреблением со всех стран, и производством до всех стран. И не можем мы более заниматься этим отдельно. Ну, не важно там дальше, понятно. Теперь, как нам преподносить, как нам самим подходить, может быть, как нам подходить к людям для того, чтобы подтягивать их исправление. Прежде всего, мы также с вами изучаем, что есть герой в количестве и герой в качестве. Иногда мы видим наши группы маленькие, но сильные. Ну, так я, когда попадаю в разные группы, вижу иногда. Иногда наоборот. Группы вроде как слабые, но там есть количество по 30-40-70 человек. Такие группы. И тут действительно есть герой в количестве и герой в качестве. Как и в нашей обычной жизни. Если мне нужно перенести с места на место какой-либо заряд, какое-либо количество чего-то, я возьму, может быть, несколько здоровяков. Но если у меня нет этих здоровяков, то я попрошу обычных людей, но их будет уже больше. Вместо этих здоровяков они сделают ту же самую работу. Так же и мы в науке Каббала должны, конечно же, стремиться к объединению, но и к количеству наших товарищей тоже. Потому что количество, оно очень помогает. Пускай даже мы маленькие, но за счет нашего количества, расширяясь, мы можем преуспеть и намного быстрее. Есть много эффекта от количества, что все находятся в разных состояниях, происходит взаимосмешение, и тогда легче производить собственную работу. и мы должны поэтому обратить внимание на наше расширение, увеличение такое, чтобы мы толстели нашей группы. Пишет он нам тенденции нашей жизни достичь слияния с Творцом ради пользы Творца и только лишь, соблюдая это с полной тщательностью. Либо удостоить множество, чтобы достигли они слияния с Творцом. Очень интересно вот это вот. Он нам говорит, что мы обязаны в этой жизни достичь слияния. Ради этого мы родились. Родились в нашем теле, то есть мы получили добавок нашего эгоизма, это называется наше тело, и теперь должны приподняться над этим эгоизмом и слиться с Творцом, объединиться. И он нам говорит, это ваша цель, наша цель, которая стоит перед каждым. Но! Но! Пускай даже ты не способен к этому прийти, существует цель, та же самая цель. К той же самой цели ты достигаешь посредством распространения другим. Он нам говорит, если не удостоишься слияния ради удовольствия Творца, тогда можно удостоить других в мире этого слияния и тоже достичь этой цели. То есть у каждого есть свой подход к этой работе. Есть те, которые больше работают в распространении, есть те, которые больше работают во внутренней связи. Для каждого это в своих различных немного мерах. И отсюда мы достигаем, приходим к нашим вопросам. наш первый вопрос. Мы те люди, у которых нет времени. И если мы действительно должны распространять науку Каббала, мы должны знать, чего это добавляет мне лично, на пути моего постижения целетворения. То, что я распространяю, это в мир. Это знание в мир. Либо другими словами. я сейчас рассказываю всему миру, что мы должны достичь слияния с Творцом. какое награждение я получаю от этого, от Творца, от того, что я рассказал об этом всему миру. В чем польза в распространении, которым я собираюсь заниматься. Пускай каждый добавит по-своему. Пожалуйста. Вопрос в том, что мы приобретаем с помощью распространения. когда мы занимаемся распространением, право обучает нас, что мы одна душа. И что все человечество это наша часть. И что только так мы в состоянии... Я прошу найти пользу. Большую пользу. Личную, групповую, общую. Но именно проговорить пользу, ту награду. в чем состоит награда от распространения. Пожалуйста. Это возможность работать с вами, товарищи? Повторим вопрос? Состояние группы зависит от распространения. Я думаю, что есть огромное вознаграждение за то, что мы это делаем. мы сейчас говорим об этом теоретически, но с помощью истинного распространения мы становимся специалистами. Когда мы можем выходить в различные места, сталкиваться с различными проблемами. И в группе есть много требований, много вопросов. И это даст нам большее стремление объединиться в группе. и работать в группе. Мы станем сильнее. Мы выполним скорее замысел творения. Для того, чтобы мы смогли притянуть окружающий свет и присоединить общество к нашему Ахаб. это такой закон, что мы с помощью этого ускоряем время. И это такой закон, ускоряем время. И тогда мы сможем расти, мы сможем быть полными света. без распространения не было бы пути, не было бы возможности продолжать быть каналом наполненным светом, светом любви, чтобы это проходило через меня и входило в другие народы. необходимо помнить об этом. Как один товарищ сказал, ты используешь гантели для того, чтобы вырастить мышцу. Необходимо вырастить большое желание получать, чтобы раскрыть творца. Вопрос что я с помощью этого выигрываю? Я выигрываю все. Я выигрываю совпадение по свойствам с творцом. И я выигрываю то же самое отношение, которое выше дает нижнему. И так я прихожу к совпадению по свойствам. И я выигрываю обязательства, обязательства. Если я знаю, что я должен куда-то идти и что-то объяснять, так я тогда обращаюсь к группе, прошу группы. И поэтому это приводит в действие все процессы. Чем больше ты участвуешь в этих действиях, участвуешь в этих кругах, ты больше чувствуешь центр группы. и причем ты не можешь стоять в стороне, не можешь сказать, ну я сегодня не пойду заниматься распространением, сделаю что-нибудь другое, нет. И без группы мы не можем прийти никакому результату. мы уже пытались. Мы выходили дружу и люди к нам относились нехорошо, даже проклинали нас, без причины. Но когда мы объединялись, мы выходили в супермаркеты, и люди даже подходили и говорили, что они любят нас. Я думаю, что мы войдем в серьезную работу, и почувствуем важность, потому что то, что нам необходимо, это важность цели, чтобы мы добились результата. И с другой стороны, физически наша группа делает сильнее. качество и качество и качество. Потому что никогда не достаточно количества, ни качества. это увеличивает объединение между нами. Это увеличивает Это не то, что какое-то знание, и не важно, насколько я умный, это касается вещей простых, которые находятся перед нами, и мы в состоянии их почувствовать. и наша цель это построить общество, которое основано на трудах Бальсулама. мы понимаем все то отчаяние, о котором говорят каббалисты, и как мы можем вырасти, взрастить и любовь, и ненависть в связи с группой. Нам необходимо сильное объединение и желание, и мы можем реализовать это распространение в различных аспектах баллистического мира. Со всеми советами мы получаем возможность достичь новых людей, которые познакомятся с нами. Это все равно, как стать родителями этих людей. Они нуждаются в нас, мы чувствуем это потребность, чувствуем необходимость это реализовать, и свет, который нам нужен для этого. Отчаяние, в котором мы нуждаемся, для того, чтобы достичь этого мы чувствуем хисарон, разнообразие чувств, которые я чувствую. что, когда мы распространяем, ты никогда не занимаешься собой. ты чувствуешь необходимость объединиться с товарищами, и эта необходимость помогает нам оставаться ближе к истине, и даже проявить ее. Я лично чувствую, что это нам показывает то место работы, где мы должны работать. Когда я стараюсь объединиться все больше с группой, и другим путем это показывает нам место работы ради группы, когда мы встречаемся с истинным желанием людей на улице, ну, снаружи. И мы понимаем, что только Творец сможет наполнить этот Хисар нашим единством. Сказано уже практически все. А какой был вопрос? Что я получу от распространения? Что ты получаешь от того, что ты объясняешь Творца остальным? Я не знаю. Это как спрашивать, что ты получаешь от того, что ты живешь, дышишь. Откуда я знаю? Это как все. Ты получаешь раскрытие Творца. Практически. Это вкус Творца. Все твои любимые люди. Ты помогаешь им. Мы работаем, мы наслаждаемся всем этим. И мы получаем приглашение в этот чудесный мир, в котором есть множество чудесных озер и вершин. И это новый мир. Выигрыш, награда, польза, она в том, что в росте нашего желания объединяться. И это польза от того, что ты начинаешь этим заниматься. Я чувствовал, прежде чем начал заниматься каббовой, когда ты преподаешь что-то, ты начинаешь сам это учить и познавать все лучше, все глубже. Да, так что мы учим, что мы, собственно, когда мы что-то вкладываем, мы получаем свет. Поэтому распространение, это возможность, грубая возможность притянуть свет. Я не думаю, что есть ли еще какая-то вещь в мире, которая могла бы быть настолько полезной. Я повторю слова, которые сказал один из товарищей здесь. Наши учителя учат нас каббалистическим образом, а мы пытаемся реализовать это. И чем больше я учу, сказано, что я учился в основном у своих учеников. В распространении я могу выяснить свое желание получать, понять, где я нахожусь под властью, намерение ради получения. А где я могу что-нибудь, может быть, дать. Я все время проверяю. Когда я нахожусь против них, неважно, с кем я там нахожусь. Разговаривали я с политиками, или провожу круглый стол в какой-то школе, неважно. Я изучаю себя, свои намерения. Да. Если мы говорим, в общем, есть одна душа, части которой разбились, рассеялись в разные направления. Была одна душа, и разбилась на части. Их нужно собрать. Каждый, каждая такая часть, собирает со своей стороны общие клеи. Я собираю это клеи, пользуясь своими качествами, своими свойствами. Ты пользуясь своими свойствами, она своими свойствами. Собираем это общее клеи. В таком случае вопрос такой. Когда я занимаюсь и подтягиваю, присоединяю множество людей к этой учебе. Допустим, я подтянул 10 или 50, 50, скажем, человек. Я каким-то образом смог подвести к учебе науки Каббала. Каким образом это помогает мне исправить мою душу? Как вы можете это обрисовать? Как читать эту картину? Как это вообще происходит, если я подтягиваю других к учебе Каббалы? Подумайте. Конечно же, мы все единое клеи, все включены, каждый из всех остальных. В каждом из части всех остальных. Мы, в общем, одно интегральное клеи. Но как это помогает сейчас, пробуждая какое-то разбитое клеи, находящееся где-то там внизу на полу. И я пробуждаю его. Стоит прийти к цели. Возбуждаю его. Почему вот это возбуждение чуждого клеи, как это воздействует на меня? Почему это является исправлением для меня? Не то, что я делаю ему задолжение, подтягивая его к исправлению, к творению, к целетворению. А наоборот, он своим пробуждением выполняет для меня полезную мне работу. Чем он исправляет мою душу? Ну? Допустим, попал я на конгресс и обучаю вас. Поверьте мне, что я выигрываю больше всех вас. Намного больше. Очень много. Да, да. Всё, насколько я отдаю вам, знания, пробуждения, я не передаю вам. Я, по сути, активизирую вас, вследствие чего вы исправляете себя, но тем самым исправляете моё клеи. Расскажите, как это работает? И это на самом деле так работает, я вам с полной серьёзностью это вот сейчас говорю. Потому что мы непонятно с чего пренебрегаем распространение. Мы всегда говорим, многие, ну, может быть, будут знать, не будут знать. Это не так важно. Но есть такие ощущения, такие качества, которые я не могу исправить себе напрямую, а только через кого-то. Так же, как мы даём пример, что если пробуждается группа и начинает воздействовать на меня, вот это хорошо, это много. Творец распространение, так хорошо, они пробуждают меня тем самым. И творец пробуждается благодаря их энергии. То же самое и здесь. Поэтому опять повторяю. Как происходит так, что я беру кого-то в качестве ученика, обучая его, но он, обучаясь у меня, исправляет мою душу. Давайте вместе подумаем, пожалуйста. Подумайте. Вы обязаны об этом подумать. Если бы вы знали, понимали, насколько человек выигрывает от распространения, вы бы находились в постоянном ажиотаже, экстазе, впечатлении, думаю, как побыстрее достичь, каждый в группу попасть, каждый заняться распространением, притянуть людей в группу. Так же, как я открываю какое-то предприятие, где работают мои рабочие, которые работают для меня. Буквально так. Пожалуйста. Вопрос понятен, да? Каким образом ученики проделывают исправление в душе учителя? В какой форме ученики исправляют души учителя? Да, поскольку каждый человек индивидуальный. Когда я занимаюсь распространением, я вхожу в контакт с разными людьми, отличающимися от меня. И с помощью этого я раскрываю еще желания в себе, которые не раскрыты. И я думаю, как объяснить им, как пробудить их, разных людей. И с помощью этого я обогащаюсь. Все эти скрытые слои раскрываются быстрее. Я захожу до различных ограничений, крайностей. И так я создаю в себе требования и возвращаюсь в группу. И группа дает мне, напоминает мне, что только с помощью объединения мы можем чего-то добиться. Да, мы раскрываем объединение между нами. Это построено во всех аспектах, во всех плоскостях. И мы знаем, что это свет, который раскрывает нам это. И мы раскрываем замысел творения. И свет будет работать все больше над нами и поможет нам укрепить наши связи. Кстати, чем более широкими темами мы занимаемся в распространении различными аспектами нашей работы, с 99% общества, чем больше покрыто больше тем, мы все больше раскрываем счастье и всякие пути, с помощью которых мы показываем. И мы приходим с этим к первоисточникам, ищем там, ищем на блоге Рава, смотрим утренние уроки, разговариваем с товарищами, делаем все, чтобы, собственно, объединяет нас. Объединяет, объединяет, объединяет. Да, и таким образом ты становишься все равно, как если ты включаешься в группу, это как клей со светом. и если ты знаешь, что вся система, она интегральная, значит, что у каждого есть часть меня, во мне ваша часть. И если я даю вам воодушевление, то вы мне возвращаете, и все может поднять меня обратно. сначала я не знаю, откуда это происходит. Как товарищ сказал, мы раскрываем пласт за пластом. Система совершенна, мы только должны это раскрыть. Но на самом деле это все только я, и так раз за разом, раз за разом, раз за разом, я это раскрываю. Каждый раз, когда я встречаю кого-то, из тех, с кем я занимаюсь распространением, я задаюсь вопросом, как я могу прояснить это желание для себя. Как я могу войти туда и наполнить это желание. мне как-то сложнее с этим. Помню, Раф сказал, давайте по-настоящему попробуем почувствовать ответ в одной точке. Не знаю точно, как это сделать. у меня есть только один пример пока. В интегральном образовании мы учим, что старший преподает молодому, и таким образом он сам поймет материал лучше. постигает материал более качественно. Шейлаба. Следующий вопрос. Мы учим из нашей жизни что учеба не в том, что я учу что-то одно, а в том, что я изучаю связи между вещами. Одно зависит от другого, от третьего и так далее. Это так, это сяк. Поскольку это происходит так, потому что то происходит наоборот и так далее. То есть образование больше проявляется как в выяснении связей частей в действительности. В основном в этом состоит наше обучение. Мы меньше изучаем детали и больше, намного больше. мы изучаем связи между деталями. То есть из одной вещи я не могу ничего выучить. Из этого следует, что человек не может учиться сам из самого себя. от ученика. Поэтому написано от всех учеников я учился. То есть учитель, у которого есть ученики. Он не обучает себя. Он не учится из самого себя. Он учится в основном именно из учеников. От учеников. Поэтому если я распространяю науку кабала, я занимаюсь интегральным воспитанием, не важно чем, не важно чему именно я обучаю. Я учусь у них. И так я продвигаюсь. Если я не обучаю, если у меня нет учеников, то у меня нет возможности продвигаться. Как сказано, у всех своих учеников учился я. Таково условие. Почему? Давайте подумаем. Может быть мы поймем, почему каббалисты обязуют нас заниматься распространением. Делаем ли мы тут кому-то одолжение или самим себе? м 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 Почему учитель учится от своих учеников? Это практическая наука, и, прежде чем мы говорим о чем-то, необходимо понять, откуда это исходит, и наша цель передать это остальным. И мы должны прийти в равновесие с природой. Природа дает нам пример, что надо все отдавать, не забирать ничего себе. Когда ты видишь, как это приходит к твоим ученикам, ты понимаешь, от чего это исходит. И мы учимся только из опыта. Например, я заканчиваю конгресс, и больше ничего не буду делать. Если я закончу конгресс, и ничего не буду делать в распространении, то как же я буду учиться? Я учусь здесь, благодаря вам. Потому что я не могу быть один. И если я смогу распространять, я смогу проверять, понимать, что лучше делать, что лучше говорить, какие слова использовать, для того, чтобы сделать то или иное, как создавать связь, объединение. Так, чтобы можно было почувствовать, что теорию можно реализовать. Потому что люди дают фидбэк. Мы видим, что объединение работает. И это то, что люди хотят, это то, что каббалисты говорят нам. Все живут этим желанием. Я, когда выхожу на распространение, я прежде всего хочу, должен сам постараться это найти. Это желание. Потом понять, как его наполнить. Все время проверяю, чего недостает, ищу, в чем он отличается от меня. Я нахожу этому новые лица, новые свойства. Мы как приборы для света. Тем самым мы готовим вообще клей. Мы не можем сказать, что материя, данная нам глупа, они не подходят. И это во мне проблема. В распространении я всегда получаю больше чувствительности к тому, чтобы знать, как работать с этим. И это будет как... Это уже будет как... Это уже превращается во что-то, что уже не просто знание, а что-то между нами. Мы должны выполнить самую первую заповедь. Возле ближнего слова, как самого себя, это как наука, которую мы должны развить между собой. Самое главное, на чем ты основан, реализация тебя как человека. И также ученики, скажем, пользуются этим и задают очень потрясающие вопросы, которые ты не можешь сам придумать. Даже если мы будем сидеть в кругу, не сможем родить те вопросы, которые они задают. Потому что они спрашивают, что это из совершенно иного состояния, иного объюта. Совершенно иной мир. Но он тоже наш. Все это принадлежит мне. Все, по сути, является моей душой. Поэтому это то, что мы можем дать, если мы сидим в одном кругу и получаем их. И это то, как мы смотрим, начинаем по-новому смотреть на все эти аспекты, как они это передают в наш Ахаб. Так это работает. Да, ученики. Это как наш следующий этап. Как добавочный слой желания. Когда ты можешь видеть в каждом новом присоединяющемся, в каждом ученике, который присоединяется к Конгрессу, ты можешь видеть, насколько быстро они включаются, быстро они воспринимают вещи, насколько они более готовы. И можно сказать, что как у учителя у тебя есть ответственность. И эта ответственность соединяет меня с ними. Что получить их желание – это достичь нового состояния, нового восприятия в работе над их желанием. Не знаю точно, как это сказать, но когда я получаю понимание того, как работает система. Это то, чего мы достигаем в интегральном образовании. Это всегда как некий фокус, некое чудо. Простите, в чем был вопрос? Я прошу прощения. Почему, когда я чему-то учу, я учусь у своих учеников? Тут есть прямое отношение с Творцом. Когда ты играешь в теннис, ты кидаешь мячик и получаешь его обратно, ты двигаешься так. Это как танго. Это как ты входишь в взаимные движения. И это даже нельзя назвать учебой. Это такая игра в восприятии реальности. И с помощью этой игры мы растем, получаем различные, распоздаем различные вещи, выясняем. И тогда они объединяются, как сердца в нашей группе. И так картина растет и растет. И в казахстане ты понимаешь, кто такой Творец, как он властвует над всем, управляет всем. Это замечательно. Я думаю, что да. Можно ли сейчас вернуться, повторить вопрос? Переходим к следующему вопросу. Тем, что я беру к себе ученика. Устраиваю для себя ученика, скажем. Я тем самым, по сути, выстраиваю связь между ним и Творцом. Я обучаю ученика. Тем самым, выстраиваю связь между ним и Творцом. Это то, чему я учу его. То есть, я нахожусь между Творцом и учеником. Я научил его, как производить эту связь. То есть, я являюсь переходом между... Переходной частью между учеником и Творцом. И тогда, желая того или нет, ученик, обновляя свою связь, Иногда через добрую сторону, иногда через обратную. Все эти изменения проходят через меня. И тогда я выигрываю наверняка. Либо во зло, либо в добро. Он там делает всё, что угодно, это неважно. Но он включает, он прорабатывает этот канал мой. И тогда я выигрываю. Постарайтесь это чуть-чуть представить. Как это происходит. И ещё я мог бы сказать следующее. Не может быть, чтобы человек самостоятельно связался с Творцом. А только лишь через группу в качестве переходной стадии. Либо через ученика. Как переход через ученика. Это тоже связывается с тем, что мы говорим, мы не должны исправлять самого человека, а лишь его отношение к ближнему. Включая Творца. Итак, вопрос. Что значит быть переходной стадии в духовном? Пожалуйста. Ну, что вы так притихли. Да, жизнь непроста. Пожалуйста. Я скажу вам. Я думаю, только... Я только хочу вам добавить ещё. Не забывать... Да, вставьте обратно наушники, я вам напомню. Не забывайте, что вместе с нами сейчас сотни тысяч наших товарищей, которые тоже изучают всё это, взаимовключаются в нас, всем душой и всем сердцем. Давайте почувствуем это. Взаимовключение. Технические неполадки со звуком и видимостью. Это просто потрясающе, то, что они там сделали. И каким образом они это сделали? И для чего они это сделали? Так я это себе представляю. Это и ощущение... Когда задают вопросы в Лернингсеттер, мы чувствуем, как это желание задает вопросы. Им можно наслаждаться вопросами, но когда ты отвечаешь им, ты чувствуешь, что это не ты отвечаешь. Это действительно не ты. Ты соединяешься с их желанием, с их потребностями, ты строишь клип. И тогда ты создаешь эту связь со светом, и ты создаешь это клип. С помощью объединения с их желаниями ты связываешься с высшим светом. Я думаю, что это как раз то, что мы и учим. Не передавать это кому-то другому, а работать самому, передавать это другим, то есть не передавать ответственность, держать ответственность на себе, не забывать о том, что товарищи чувствуют то же самое, все работают в этом направлении. Всегда стоит это чувствовать и помнить, подталкивать всех остальных все и нашему единому сердцу. Мы настолько близки к людям. Как каббалист может объяснить? Мы близки к нашим родителям, к друзьям, к людям на улице. И можно использовать нас как связующее звено. Да. Я думаю, что мы начинаем понимать эту систему, которую мы изучаем от Рава. Мы так близки уже к этому. Но у нас также есть точка в сердце, благодаря которой мы хотим подняться к большему состоянию, к более высокому. над нами есть каббалисты, Рав. И мы действительно раскрываем все эти связи. Сейчас в круге тоже. Мы таким образом стараемся раскрыть раскрыть эту систему. Потому что мы уже объединены, только нам осталось раскрыть эту истинную реальность. Да, нам необходимо это объединение для того, чтобы прийти к совпадению по свойствам с Творцом, для того, чтобы передать свет. Потому что мы должны быть в том же самом единении, если мы хотим передать этот свет. Это действительно важное исправление этого канала связи. можно сказать, то же самое используют более точные понятия. Тем, что я являюсь каналом, я отдаю. Не я отдаю, а Творец отдаёт. А я желаю только, чтобы он отдал кому-то. Неважно, кому он там отдаёт, товарищам или 90%, но это то же самое. Но это не я. Если часть моих товарищей захотят подействовать на меня, они станут этим каналом. Так или иначе, в результате не будет множества каналов, будет только Творец. и хорошо, что ты тут напомнил мне об этих каналах, это как раз та картина у меня в голове, которая говорит о том, что чтобы быть этой чистым каналом, мы должны отменять себя перед людьми, раскрывать своё сердце, не вести себя, будто мы всё знаем, выплёскивать это на людей. Нет, подходить к ним как к те, которые готовы их обслужить, а не обучать. С одной стороны, если мы этого не будем делать, нас отопнут в сторону. Таким образом, очищаем наши связи с Творцом. Это клеток или иначе должно прийти к завершению? Я ничего не понимаю, извините. Я тоже распространяю. Я хочу предложить сказанное товарищам. Мне кажется, что вы немного запутаны. Я хочу дать вам простой принцип. Прежде всего, сама работа называется работа Творца. Творец проделывает эту работу, а не человек. в духовном я не работаю, я только привлекаю свет к работе. Я активизирую связи определенные, предоставляю свету место для работы. Поэтому мне будет хватать просто думать того, чтобы думать о нескольких вещах и даже мыслями обычного человека он уже активизирует свет, направляя это туда, о чем он думает. действует на самом деле лишь творец, лишь свет. Мы лишь проделываем эти связи, открываем эти трубочки, эти каналы, позволяем ему работать во всей системе. поэтому распространение по сути является единственной возможностью привести всю систему к исправлению. Понятно? Вадсулам также пишет в твоей статье «Мир в мире», кажется, никто не может проделать свою работу вместо другого, так же, как их лица не идентичны, так же, их свойства, так же, никто не может проделать работу чужого, поэтому нельзя терять никого, поскольку тем, что ты теряешься, тем, что ты отходишь от этого, никто не сможет проделать именно твою работу. Поэтому мы должны понять, что это то, что мы распространяем, мы подтягиваем тем самым человека из его места, вообще, мусора какого-то, в котором он находится, в истинную работу, в то строение, в котором мы уже открываем на него канал света. И он сам потом делает то же самое, включает свои трубы, свои каналы, потому что он после нас, напустим, за мной, и поэтому все, что он делает, это проходит через меня, я наслаждаюсь всей его работой. Поэтому насколько ученики больше, своим количеством и своим качеством учитель поднимается все выше в этой мере. Понятно? Вы говорите об этом, в особенности о том, как группа может подняться благодаря тому, что мы включаем новых людей, распространение, делаем круги. Как это воздействует на группу, как мы сами продвигаемся благодаря этому? Пожалуйста. Грюченко, Спасибо. 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 группа поднимается в объединении если ты соединяешься ты даешь возможность свету поработать пройти через группу пройти через тебя в группу ты можешь расти потому что ты переводишь его я думаю что мы получаем этот свет отравы от группы если мы присоединяемся к этому желанию то мы должны находиться в очень сильном объединении передать сюда дальше поэтому мы должны быть все более объединенными с группой и сразу того чтобы проделать эту работу поэтому это для все более растущего круга то есть когда круг растет это происходит каждый раз группа становится в состоянии выходить на новый этап на новый уровень новую ступень и группа как проводник я делаю какое-то действие в распространении я это делаю ради группы для объединения из группы если группа сильно объединенная то свет может проделать путь что сформировать путь чтобы прийти к людям я вижу это по своим товарищам я бы не мог судить конечно но я могу сказать как они изменяются те группы в которых очень серьезно изменяя свое отношение к распространению и тем самым вся группа изменяется и развивается ты чувствуешь что это не интеллектуальное какое-то развитие это действительно постижение это не является каким-то умственным развитием просто да чтобы если мы хотим шире поговорить об этом если группа выходит на распространение для этого группа в качестве подготовки объединяется товарищи объединяется с другими товарищами с другими группами другими группами в европе и это дает чувство уверенности это какой-то такое ты вооружаешься это уверенность что в том что то что ты делаешь это верная вещь и это особая вещь когда ты выходишь ты выходишь и потом возвращаешься и группа делится впечатлениями говорят что было и это как бы их вопросы раскрывают тебе глаза раскрывать вещи которых ты раньше которые ты раньше не осознавал ты видишь новые желания только спугает даже если ты и не участвовал там физически но с помощью объединения ты чувствуешь это у тебя возникает эта картина всегда входишь пространство этой работы мы создаем свою действительность мы чувствуем вместе это потрясающе кроме того что мы должны это сделать мы также знаем что это очень хорошо очень приятно делать вопрос тут более такой общий но я бы хотел специфически сказать на что я вижу что здесь происходит вопрос очень специфический именно к этому моменту потому что тут есть 400 людей которые готовы просто взорвать все что перед нами мы являемся большей силой чем европейские европейское все сообщество в этом наша цель сейчас поднять это все включить нижнюю часть мы должны стать ответственными за молодую группу объединить все группы мы должны по сути войти в десятки и мы продолжим эту работу тут же после конгресса таким образом продвинемся каждый раз когда мы входим в какое-то объединение свет возникает через нас и производит это объединение так как некая некий союз и тогда даже физически это продолжается если распространение настолько важно как мы должны делить наше время на распространение и учебу может быть пополам может три четверть на четверть сколько процентов туда сколько процентов в другое скажите в чем ответ допустим Джизеппо у нас умный человек ему не надо много учиться пускай идет распространяет а я не так уж умен значит мне нужно наверно больше учиться не серьезно не серьезно может быть так дайте мне совет как правильно делить наше время если распространение как мы сейчас говорили очень важно когда именно благодаря тому что я распространяю я получаю через них высший свет который исправляет меня и поднимаюсь тогда может мне нужно просто все время распространять вообще не учиться ну расскажите как вы думаете нарушение в каждом installed есть все время есть что-то время нет все время если есть и никто Думаю, что есть очень хорошая причина того, что у нас есть именно и Шват Хава Рим, и каждое утро утренний урок. Думаю, что каждый день систематически мы должны также работать с нашим распространением. Чтобы в результате, как мы учим, если мы учимся, но не распространяем, то мы не реализуем наше развивание. Ты приходишь на урок, и это просто становится скучно. Как будто Арав повторяет те же слова, но когда ты распространяешь, когда ты касаешься этих новых желаний, ты слышишь в тех же словах иные смыслы. Поэтому я думаю, что это должно быть каждый день. Распространение должно быть каждый день. Это вопрос моей жизни, действительно. Самая большая дилемма. У меня 24 часа в сутки. От меня берут необходимое. То, что мне нужно, необходимое для жизни берется. Потом у меня остается 8 или 10 часов. Я не знаю, я был бы рад, действительно, получить ответ на это. Но думать, что успевать как-то распространять 2-3 раза в день что-то... Рав говорит очень много о том, что мы придем к этому даже в этом году уже. И да, мы должны учиться. Я не знаю, как лучше это работает. У меня даже нет этого желания учиться. Чему-то специфическому. Но когда я знаю, что в такой-то час я должен выйти... Это очень мне помогает. Так это происходит в Небрухе. Но мы принуждаем себя. Выходим. Причина смотреть этот урок не урок. Ты можешь смотреть этот урок ради себя. Но если тебе необходимо распространять, то ты смотришь его для того, чтобы знать, что ты можешь распространить. Я думаю, что... Это хороший совет. Итак, нужно и делить 3 часа учебы в день. Потом нужно выяснить свое необходимое. И у каждого свое. Трудно точно сказать. Но ты должен сделать то, что ты можешь делать. Для кого-то это час, у кого-то больше. Но делать максимум. Я думаю, что Рав об этом очень много говорит. Я думаю, что распространение – это все. Я думаю, что подготовка к распространению – это учеба. Я думаю, что если ты можешь поднять своих товарищей... Конечно, бывает, что человек красиво говорит, и он может так возбуждать народ. Но мы хотим, чтобы это исходило от всей группы. Я думаю, что это также зависит от нашей должности. Должность от нашей миссии. Но, как Давиде сказал, когда я иду на распространение... Что-то отключилось. Наушники отключились. Нет, нет, нет батареи в микрофон. Технические проблемы. Да, мы продолжаем так, как я говорю. Это зависит от личности. У каждого есть свои причины. Есть те, которые работают больше, меньше. Я думаю, что распорядок дня должен быть такой, что каждому нужно принять во внимание свои обстоятельства. Все тем, мало времени, но ты находишься... Под давлением распространения, то этим нужно использовать как-то стратегически. Это непросто. Это зависит от многих параметров. Это наш путь. Мы обязаны это все связывать через утренний урок. Каждый день, ежедневно. Без двух-трех дней на утреннем уроке у меня не остается сил. Это как пища, которая необходима нам для продвижения. Без этого мы не можем делать никаких расчетов. Что больше, что меньше. Я согласен с тем, что говорят товарищи. У нас есть расписание, есть собрание товарищей, есть утренний урок, и все это необходимо. А затем наступает свободное время, и необходимо его вложить в распространение. Разумеется, группа забирает время, есть работа в группе. Ну, это у каждого индивидуально. Есть у которых это забирает больше, у которых меньше. Но свободное время должно быть направлено на это. Потому что чем еще заниматься в жизни? Это наша жизнь. Это смысл, в этом смысл нашей жизни. Ну ладно, допустим, мы уже знаем, как делить наше время на учебу и распространение. Еще будем спрашивать об этом, но я надеюсь, что вы дадите мне ответ. Сколько процентов времени мы должны отвести в учебе и сколько распространения. Но есть еще тут еще один вопрос. Как мы не просто делим наше время, как нам делить общество, обучая часть этого общества Каббалу, Каббале или же интегральному образованию? Как нам делить это? Так или иначе, мы учим и интегральное обучение, и Каббалу. И что мы учим, что мы преподаем? То, что нет никого, кроме него. Нет никого, кроме него. Нам больше не о чем рассказывать. Нечего распространять. Вся наука Каббала только об этом. И интегральная методика тоже об этом. Только другими словами. Нет разницы, на самом деле, между интегральной методикой и наукой Каббала. Просто те, которые не подтягиваются к Каббале, у них нет точки в сердце, им объясняют это с словами этого мира, маленькой глобальной деревни, системы и так далее. Общий зал. Системы интегральной и так далее. По сути, это все одно и то же. Различие, оно только лишь в аудитории. Видео-эудитории. Теперь вопрос. Как нам выявить тех людей, которые нужно давать Каббалу, и тех людей, которым нужно дать интегральную методику? Как вы будете это делать? Поговорите об этом между вами. Я послушаю. Мне это интересно. Как нам выявлять аудиторию, которым нужно давать либо интегральную методику, либо Каббалу? Пожалуйста. Но, тем не менее, и тем и этим нам мы собираемся рассказывать, распространять то, что нет никого, кроме него. Пожалуйста. Да, люди с точкой, которая пробудила сердце, у них есть склонность к поиску смысла в жизни. И в нашем распространении через интернет мы можем найти таких людей. Мы предлагаем им Каббалу, и они находят себя в этом. люди, которые неудовлетворенные, но у них нет стремления поиска истины или вопроса, в чем источник наших проблем. Они больше открыты для интегрального распространения, для интегрального воспитания, для постижения этой методики. мы сталкивались с этой проблемой в Санкт-Петербурге очень серьезным образом. В особенности среди людей, которые занимаются интегральным воспитанием, нам казалось, что у них есть стремление заниматься Каббалой. Но когда мы говорили им, может быть, вы будете учить с нами Каббалу, мы получали нехороший результат. это было воспринято очень тяжело. Поэтому было еще выяснение, которое у нас там произошло. Я рассказал об этом на одной из бесед, которые были между нами. Что Каббала должна распространяться пассивно. Тот, который ищет, найдет ее. это работает на всех языках и... мы наращиваем силу, которая растет наша группа. У нас есть к этому выяснение. Есть несколько видов каббалистов. Наших товарищей есть которые более близки к интегральному. Среди нас даже есть такие, которые близки к интегральному, есть и которые не воспринимают это. Они не могут увидеть закон, стоящий за этим. Может быть, не могут заниматься интегральным распространением, но в каббале они могут находиться на фронте этого. Нужно это позволить предоставлять каббалу, не имея связи с интегральным допустим. Мне кажется, что интегральное воспитание подходит для двух этих групп. В конце концов, оно приводит к каббале. Если ты обучаешь интегральное воспитание, ты ничего не теряешь. Ты учишься создавать группу, ты объясняешь, что такое объединение, как его создавать. Мне кажется, что в конечном счете интегральное воспитание каким-то образом может быть включает, приводит в действие точку в сердце. Может быть, это очень длинный путь. Люди приходят к какому-то уровню интегрального воспитания объединения и вдруг раскрывают точку в сердце. Но я думаю, что если мы хотим идти наверняка, то надо заниматься интегральным воспитанием. Разве что люди напрямую хотят учить каббалу. Поэтому надо обучать интегральному воспитанию и на этом пути мы раскрываем различные вещи. Есть два факта. С одной стороны, как раз забыл. Один факт, то, что все в результате должны достичь абсолютного исправления. Второй факт я уже забыл. Может быть, повторим вопрос, тогда я вспомню. Но повторите ему вопрос. Послушайте, у нас нет много времени со всем этим давлением. Мы должны дать что-то, что мы можем передать в мир. Поэтому мы должны делать интегральное распространение, передавать это в мир. Только таким образом мы можем создавать общество, дать им что-то, что будет их строить. Это мечта всех каббалистов, которые понимали, что в этом мире этот метод будет работать. Поэтому мы распространяем интегральное распространение, чтобы показать им, что все, чем они занимаются, эти деньги, это не просто бумага. Кроме этой бумаги есть еще что-то. Это как некий штамп в этом мире. Это начинает работать. Мы должны давать полными силами укреплять группу, укреплять общество. А с другой стороны, это пассивная возможность найти каббалу. Но я думаю, что всеми силами должны стремиться к интегральному распространению. я почувствовал, что вопрос был не столько о группе, сколько о публике. Можем ли мы преподавать ей каббалу или интегральное воспитание? Может быть, ученики каббалы учат что-то. Необходимо, чтобы у нас был сайт на интернете. И каждый, кто бы интересовался, нашел бы это. Просто мы должны присутствовать. А интегральное воспитание с ним надо больше идти навстречу людям, искать людей. Это как два вида рекламы. Я не прихожу к тебе, не стучу к тебе в дверь. Есть один такой вид распространения, когда мы идем, стучимся в дверь к различным людям, фирмам. Это интегральное воспитание. А каббала я должен просто присутствовать где-то в определенных местах, в интернете, но я не должен этим заниматься активно. Я думаю, что так люди придут к нам. Может быть. Это выглядит так, как будто интегральное распространение является первым этапом. Каббала это более продвинутый этап. Итак, нужно устроить этим людям, они нуждаются в том, чтобы у них жизнь стала легче, проще, дома, в семье, на работе. И для этих людей мы должны делать интегральное распространение. И в них все равно будут возникать более глубокие вопросы. постепенно. Можно посмотреть на это и так. Когда ты распространяешь 99% тот, кто распространяет, каждый, кто изучает интегральное воспитание, он изучает и Каббалу. Поскольку у них есть сильное желание, точки в сердце, затем они идут, я не думаю, что кто-то может распространять 99%, если он не изучает с нами Каббалу. Надо будет задать вопрос Раву, может ли вообще такая вещь быть. И только те сильные, которые занимаются Каббалой, они занимаются интегральным воспитанием. поэтому можно 30-40% наших посвятить Каббале, а остальное 60-70% интегральному воспитанию. Я думаю, что нам нужны оба метода, нам нужны оба метода, чтобы у нас были центры для этого, центры распространения интегральной методики, разумеется, и Каббала интегральным. И тогда это зависит от группы. Если, допустим, есть маленькая группа, и через Чурпия гружена, и эти товарищи будут приходить через науку Каббала к нам. Судя по силам этой группы, допустим, в Европе это не та ситуация, как в русскоязычном пространстве. В январе у нас начинаются новые семестры, например, по Каббале. Мы сможем делать интегральные тоже постепенно. Мы должны делать и то, и то. И зависит от ситуации. мы знаем, что на земном шаре есть пять континентов. Австралия, Азия, Европа, Африка, Америка. Да? Все основано на том же самом принципе, что все основано на пятерках, на четырех стадиях развития. Это результат. как к нам в наших разных группах связаться для того, чтобы исправить Европу, потому что это все возложено на всех нас. Это не одна группа, и за ней вторая, третья. Мы все, в конечном счете, все группы во всех странах все отвечаем за исправление Европы. И не важно, что я сижу во Франции, и там я сделал замечательную работу, и там все великолепно, все французы изучают кабалу, или там интегральное воспитание, и там все хорошо на 100%, это не поможет, потому что расчет идет на весь континент, на весь материк. Так как же, если так нам связаться, помочь, включить себя, чтобы отвечать не только за страну, но и за весь европейский континент. И не поможет Джузеппе, что он там преуспевает в Италии. Ты должен так же думать, как будешь группы в Европе, чтобы они тоже добились успеха. Расчет такой, допустим, если у тебя в каком-то месте есть рана, неважно в каком месте, все тело болеет. Ты же врач, ты знаешь. Вот это все. Так как же нам связаться между собой, помочь друг другу, подтолкнуть друг друга, чтобы во всех наших странах в Европе мы занимались ими вместе, скажем так. Пожалуйста. И у меня на этот вопрос нет ответа. Это вы должны знать. У вас должен быть ответ. Вперед. Я хочу только сказать, что с помощью взаимной помощи, взаимной заботы, когда вы начнете подталкивать друг друга, помогать друг другу, разные страны, разные группы, вы тут получите очень многое. Мы знаем, что мы учимся, когда мы учимся в качестве общей группы, это дает огромную силу. Мы это знаем. Но никогда этого не было так явно, что мы единый организм, что мы части одной группы. Большой. Если что-то происходит с одной частью, нельзя почувствовать во всех остальных частях. Это воздействует на все, как нервная система. Европа нуждается в голове, некое агентство, цель, которая должна быть объединение всех групп, введенных проектов. То есть должно удовлетворять объединяющие процессы в следствии этих проектов, по ходу этих проектов? Мы здесь на Конгрессе объединяем группы, у нас есть возможность построить взаимное поручительство между нами, между десятками, между группами, между различными странами. И после Конгресса у нас есть возможность просто поддерживать друг друга, таким сильным образом делиться, помогать. делиться материалами, опытом. Товарищи могут приезжать и помогать из страны в страну. Но как чувствовать ответственность, это должно прийти из слоя объединения между нами. Я говорю не о специфических каких-то проектах. Проекты это только средства. я говорю о более глубоком слое, где мы объединяемся как группа. Там должна быть ясность, что мы отвечаем друг за друга. И разумеется, из-за 99% если мы смотрим на 99% насколько публика разнообразна. Тяжело будет найти что-то специфическое, какой-то общий язык для всех. техническое решение. Нет технического решения. Технические все решения они только проведение этого всего в действие. Но главное, чтобы мы сделали между собой такой союз и сейчас в этой десятке не прекращали этого. Ежедневно продолжали. У меня всегда не хватает так же новостей и информации из других стран, из других групп. Мы вдруг узнаем и слышим, что эта группа занимается одним, другая другим. Ну, так как наша сила которая рассеяна по всему миру. По сути, тем не менее, должны ее сосредотачивать. Найти путь. Мы должны найти путь, чтобы встретиться, чтобы собраться в единую точку на всем континенте. Соединиться в единую точку. Я не знаю, как, но может быть сделать что-то вроде Сочи только в Европе. может быть и группы должны ехать друг к другу, помогать. Но мне кажется, что это удачная идея сосредоточить наши силы в какой-то одной точке на континенте. Ну что, друзья, мы сейчас физически, только физически выходим на перерыв. Так? Кто за то, чтобы сделать общую фотографию всей нашей группы участников Конгресса? Вы за? Да? Так, все ясно. Мужчины так себе, но женщины хотят. Ладно, тогда дайте нам прежде всего песни, которые нам подстать сейчас под наше состояние. Да? А тут нам из Англии хотят что-то рассказать. после песни. После песни. Пожалуйста, остайтесь в комнате после песни. пубрика. После песни. «Лай-ля-la-la» после песни. «Лай-ля-la», после песни. «Лай-la-la…» после песни. «Лай-la-la-la» после песни. Мужчины. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok